Спасибо большое. В первую очередь хочу сказать доброе утро коллегам, членам президиума. Знаю, что смотрят нас пациенты. Тоже вам доброе утро. Большое спасибо организаторам за возможность выступить с данным докладом. Давайте приступим. Тема моего доклада «Искусственный интеллект в раннем выявлении меланомы кожи и паспорт кожи». Она работает? Да. Давайте с вами поговорим, какая существует самая важная особенность диагностики меланомы кожи. Дело в том, что меланома кожи находится на наружной локализации. А значит, врачу достаточно посмотреть на образование кожи пациента и выяснить, меланома это или нет. Но почему-то есть сложность с этим. И давайте подумаем, а в чем эта сложность заключается. Прежде чем я уйду в алгоритмы искусственного интеллекта и расскажу, как машина, машинное зрение определяет, меланома это или нет, давайте с вами подумаем, а какие существуют врачебные ошибки, из-за которых не получается выявить меланому кожи на первой и второй стадии. Есть одно очень интересное исследование, российское исследование, где было просуммировано и, так скажем, классифицированы врачебные ошибки при диагностике меланомы кожи. Что сделали? Взяли и проанализировали ретроспективно амбулаторные карты и выявили, что в 90% случаев пациенты самостоятельно обращались к врачу поликлиники. Часть всего это терапевт, дерматолог, хирург. В 90% случаев это было самостоятельное обнаружение опухоли, которое имело какие-то изменения, опухоль кожи. В 10% случаев выявление меланомы происходило на профилактических осмотрах. Это диспансеризация либо профосмотры на работе ежегодные. В 90% случаев эти пациенты, которые приходили, обнаружили у себя самостоятельно опухоль кожи, почему они приходили к врачу? Поводы для обращения были какие? В 70% случаев это увеличение образования кожи, в 21% случаев кровотечение из очага, в 5% случаев изменение цвета, а в 2% случаев увеличение лимфоузлов. Разве мы можем говорить в данном случае, что пациент обратился за медицинской помощью на ранней стадии меланомы кожи? Нет, это 3-4 стадия. В 50% случаев обращались к пациенту сразу, когда выявляли у себя какое-то изменение на образовании кожи. Вроде бы да, пациент пришел в поликлинику к врачу. Что делает врач районной поликлиники? У него есть 3 варианта. В 42 случаях пациента отправляли к онкологу с целью верификации, для того, чтобы узнать, что это действительно меланома или нет. В 22% случаев, а это 22% случаев именно меланомы, отправлялись под наблюдение. Наблюдение 6-12 месяцев. А вот еще энное количество процентов пациентов, которые отправлялись неизвестно куда. И очень часто производились операционные вмешательства, грубо говоря, биопсии, так скажем, или просто удаление на образовании кожи без верификации процесса. И эти пациенты уже возвращались к онкологам, когда уже были изменены лимфоузлы. Либо этим пациентам предлагалось консервативное лечение меланомы, какие-либо мази, гелии и так далее. Получается, что, о чем уже сказала Ольга Игоревна прекрасно, то, что точность визуальной диагностики меланомы кожи напрямую зависит от специализации врача и от частоты встречаемости данного заболевания в его повседневной практике. Чем чаще врач видит меланому, тем чаще он ее ставит, и естественно он ставит этот диагноз и видит ее. Так какие же у нас есть ошибки? Суммируя некоторые российские исследования, промежуточные итоги у нас получились такие, что причиной запущенности пациентов с меланомой кожей являются формальное проведение массовых профилактических осмотров, некачественная диспансеризация лицфоновой патологии, недооценка клинических данных, онкологическая ненастороженность врачей первого контакта и пациентов, недостаточное и нерациональное использование диагностических методов. Сразу скажу, что не везде есть дерматоскоп, а если он и есть, то им могут и не пользоваться вовсе, либо пользуются в каких-то сложных случаях. И шестое, самое важное, это базисная позиция, личное мнение врача, субъективизм при вынесении диагностического решения. Что получается? Получается, что основные причины запущенности пациента с меланомой кожей, это причины, ориентированные на человеческие факторы. И что же получилось? Получилось то, что начиная с 1999 года решили придумать машинное зрение. Машинное зрение это очень сложный момент в плане разработки программного обеспечения. В чем сложность? Дело в том, что изображение опухоли кожи нужно превратить в читабельное для изображения на компьютере. В 1999 году был выбран основной алгоритм, и до сих пор все последующие алгоритмы, о которых я буду говорить, они держатся на этом постулате. Дело в том, что машинное зрение держится на сегментации изображения опухолей кожи. То есть есть изображение кожи, нейроискусственный интеллект подразделяет это образование кожи на много-много пикселей и начинает оценивать эти пиксели. Кто, коллеги, использует дерматоскоп? Если лет 10-15 назад можно было прочитать различные публикации о дерматоскопии, то первое базисное правило для клинического врача заключалось в том, что когда мы прикладываем дерматоскоп к новообразованию кожи, интересующему нас, в первую очередь мы должны посмотреть на здоровую кожу, а дальше уже непосредственно на невус, на то пятно, которое нас интересует. Но когда мы работаем и видим 10-100 на образовании кожи в день, то естественно мы уже смотрим по-другому, мы сразу ищем то, что нас интересует. А типично пигментная сеть, глобулы, гранулы, нечеткие контуры, четкие, ровные и так далее. Цвет на образование. Так вот, машинное зрение нужно этому обучить. Восприятие различий яркости цвета – это один из тех методов искусственного интеллекта, который также находится в файндерах различных, когда создается паспорт кожи. И машина помогает увидеть новообразование кожи. Обратите внимание, как машина видит это новообразование кожи. То есть за счет изменения каналов яркости цвета машина видит четкость и границу контуров. И это вот позволяет видеться так. Есть еще другой момент. Машине нужно 4 параметра основных. Это контраст изображения, фоновая кожа, фон – это контраст, естественно, более светлый. Само пигментное образование, контраст более темный. Далее параметр – это яркость. Следующий параметр – это цвет образования кожи. И если происходит сегментация изображения, то значит цвет будет пестрый у новообразования кожи и непестрый, монохромный цвет для здоровой кожи. И крайнее последнее – это централизация образования. Обратите внимание, что желтым эллипсом содержатся пиксели фона. То есть таким образом искусственный интеллект видит новообразование кожи. А вот красным пятном уже содержатся пиксели объекта. Это как раз-таки те интересные участки, на которые мы обращаем, обращает наш человеческий глаз внимание. Примерно таким образом виднеются картинки для нейронки, для нейронной сети. Это один вариант изображений. Такой вариант изображений чаще используется для непигментных новообразований. А вот такой вариант при таких каналах яркости используется именно при меланоме кожи. Однако вопрос, который всегда на каждой конференции поднимается у нас. Нейросеть прекрасно видит пигментное новообразование кожи, но она не видит. То, что и нашему глазу тяжело видеть – это беспигментное новообразование, в том числе беспигментную меланому. Но не видит нейросеть до сих пор беспигментную меланому. И мы все-таки специалисты иногда тоже ее не можем увидеть. Следующее машинное зрение в 2001 году. Ученые сказали, что нет, мы будем делать по-другому машинное зрение и сделаем его на бинарной маске. Примерно вот такими картинками изображается образование кожи, когда мы выполняем паспорт кожи. Да, этот алгоритм находится в большинстве файндеров, и основа этого алгоритма лежит на все-таки контрастности. То есть определяется в первую очередь нейросеть, определяет четкость краев и прерывистость границ. Очень хороший метод и очень близок к правилу ABCD, к демотоскопическому правилу. Однако у этого алгоритма был большой минус, когда он начинался создаваться. Дело в том, что для нейросети в данном случае дали 121 параметр. И когда нейронные сети сказали это все оценивать, естественно, было огромное количество ошибок. На данном моменте этот алгоритм лежит на 21 категории, то есть 21 признак оценивает нейросеть. И в свою очередь благодаря этому алгоритму был выявлен классификатор меланоцитарных образований для нейронной сети. Далее машинное зрение решили делать иначе. Обратив внимание на то, что все-таки основным компонентом является не только границ на образование кожи, но и цвет, решили создать очень легкий алгоритм. Этот алгоритм отвечает на три вопроса. Может дать три ответа. Меланома, не меланома, подумаем. Это происходит за счет того, что фиксируется образование кожи. И дальше просто изменяется изображение по яркости каналов. Первый левый столбец мы видим с вами, что нейронодокринная сеть видит огромные границы на образование кожи. Это она видит за счет уже математических формул. А вот во втором случае она видит более, так скажем, более центричное изображение и старается нам показать, на что стоит обратить внимание. Тоже неплохой метод, и на данный момент его очень хорошо разрабатывают. Еще есть одно машинное зрение 2011 года, Вейлд-коэффициент, также сейчас находится на стадии разработки. Здесь интересен момент в том, что ученые стали задаваться вопросом, а почему мы не обращаем на папилломатозный компонент меланомы? Почему мы не смотрим, какая ее поверхность? Вейлд-коэффициент – это волновой коэффициент, и благодаря нему можно определить дисперсию образования кожи. То есть таким способом можно определить, какая высота образования, и это тоже критерий, который нейросеть в данном алгоритме учитывает. Ну и последнее. Самая, наверное, новая и самая малоизвестная нейросеть, которая сейчас только находится в разработке. Первая статья 2016 года, вторая статья 2018 года, и в этом году обещает выпустить свой алгоритм ученые. Ученые здесь уже больше не врачи, а математики, которые говорят, что они придумали прекрасный алгоритм и оптимизировали его. При помощи чего? World Cup Optimization Algorithm – это алгоритм, который используется в FIFA в соревнованиях. Оказывается, для того, чтобы определить меланому кожи, можно использовать и этот алгоритм. Дело в чем? Также сегментируется образование кожи. Вы можете увидеть на картинке то, что есть на образовании кожи. И мы видим букву SN. То есть в данном случае это нейронная сеть, которая определяет, меланома или не меланома. Это эвристический метод, который не дает четких гарантий, если очень много вводных. Но дает четкий ответ, если вводных достаточно мало. Для чего этот используется алгоритм FIFA? Для того, чтобы выяснить, какие команды должны играть друг с другом. Сильные команды должны играть сильными командами, слабые – слабыми командами. И вот математики решили помочь врачам, клиницистам, медицинским ученым для того, чтобы сделать свой алгоритм. Паспорт кожи. Для чего необходимо выполнять паспорт кожи? Дело в том, что даже применяя нейронную сеть, искусственный интеллект, было выяснено при помощи всех этих алгоритмов, что очень важен тот компонент, который называется Е. Это изменение образования кожи в течение времени. И если мы видим человека один раз в три месяца, один раз в шесть месяцев, понятное дело, что мы не можем в своей голове хранить, какое образование кожи у него было до этого, какое стало сейчас и как оно изменилось. Поэтому паспорт кожи – это фиксация на образовании кожи, которой впоследствии мы можем смотреть, что будет дальше с этим на образовании кожи, как оно меняется, и как меняется кожа окружающая, появляются ли новые на образование кожи или нет. В паспортах кожи в различных файндерах используется нейросеть, но это нейросети, которые направлены лишь на помощь врачу. Нейросеть на данный момент не может определить, меланома все-таки перед ней или нет. Тем более, если мы говорим о меланомах ин-ситу, на данный момент ни одна нейронная сеть, ни один искусственный интеллект не умеет это делать. И он не умеет это делать по одной простой причине, потому что и человеческий глаз, специалисты, которые умеют это делать, их очень и очень мало. А нейронная сеть – это все-таки наша голова, которую мы превращаем в алгоритмы. Может ли решить искусственный интеллект данной проблемы, о которых мы говорили? Да, он может решить. Конечно, он может это сделать. И на данный момент мы находимся на некой периферии. Врач, который занимается меланомами кожи, образованиями кожи, он должен уметь обладать не только навыками дерматоскопическими, но он также вскоре должен уметь обладать навыками взаимодействия с искусственным интеллектом. Потому что те алгоритмы, которые присутствуют, и которыми мы даже пользуемся в своей практике, используя различные файндеры, это те алгоритмы, которые нам подсказывают и помогают, на что обратить внимание или нет. Спасибо большое за внимание.